Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ выпуск вечерних новостей. В студии с вами Гульмира Тимиргалеева. Сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. В начале выпуска коротко о самом важном. С миру по нитке. Жители Сарканского района на собственные деньги построили школу. Финансовая грамотность. В Алматинской области запущен проект планирования семейного бюджета. 3-0. Женская волейбольная команда ЖТСУ одержала сокрушительную победу в новом сезоне. Перспективы развития туризма на побережье озера Балхаш обсудили сегодня на встрече с участием Акима области Аманды Кабаталова. В главе региона были представлены варианты рабочего плана, согласно которому Балхашское побережье протяженностью 16,5 километров в скором времени будет обеспечено всеми коммуникациями, в том числе электроэнергией, водоснабжением, канализационными и очистными сетями. На реализацию плана выделено порядка 115 миллионов тенге. Завершение проекта планируется в будущем году. Наряду с этим иностранные и отечественные инвесторы проявляют высокий интерес и к горному туризму. Территория Сарканского района располагает такими зонами. Для привлечения инвесторов планируется провести дорожно-строительные работы от населенного пункта Тополевка до села Лепсинск, что позволит начать строительные работы будущих туристических зон уже в 2021 году. Глава региона одобрил предложенные варианты и поручил провести тщательную работу по разработке проекта детальной планировки с учетом расположения будущих инфраструктурных сетей. Кроме того, планируется проведение бизнес-форума по развитию туристической зоны на побережье озера Балхаш. Напомню, с 2019 года ведется строительство трассы Талдыкурган-Лепса протяженностью 140 километров, завершение которой запланировано в будущем году. В 2013 году был разработан генеральный план побережья Балхаша. В 2019 году в Сарканском районе было выделено 115 миллионов тенге на разработку проектно-сметной документации. В декабре месяце эта проектно-сметная документация завершится. Сегодня мы этот проект презентовали перед Акимом области. После реконструкции этих инженерных сетей уже будут привлекаться инвесторы, которые будут свои средства вкладывать и строить туристические зоны. На территории района находится Джунгар-Лотовский национальный парк. По развитию горного туризма у нас уже есть предложение, инвесторы нам обращаются. Мы будем выделять участки, и там будут прекрасные туристические зоны строиться. Быстрота, качество, доступность. Еще один сервисный Акимат распахнул свои двери в Алматинской области. Здесь жители Кербулакского района могут получить до 64 видов госуслуг по принципу одного окна. В торжественном открытии учреждения приняла участие и наша съемочная группа. В новом сервисном Акимате работают девять сотрудников. Это эксперты в области земельных отношений, архитектуры, образования, медицины и других сферах. Они быстро и качественно помогут всем услугополучателям решить их проблемы. Главный девиз сервисного Акимата – повышение доступности государственных органов для населения и формирование безбарьерного пространства. Я очень рада открытию сервисного Акимата. Раньше приходилось по всему райцентру туда-сюда ходить. Сегодня я пришла по вопросу регистрации очереди на жилье. Все необходимые документы принесла. Меня обслужили очень быстро. Спасибо большое специалистам за профессиональную работу. Центр оборудован зонами комфортного ожидания. Технически оснащенными местами. Установлены информационные стенды. Организован уголок самообслуживания. Одним словом, для удобства граждан здесь созданы все условия. Бесплатный Wi-Fi, удобная мебель, кондиционер. А для детей здесь функционирует уголок с игрушками и сладостями. Мы оказываем до 64 видов госуслуг. Наша прямая обязанность – помогать гражданам. Наши специалисты готовы оказать каждому любую необходимую помощь пришедшим. Все сотрудники работают в масках. Соблюдаются все санитарные нормы. В сервисном Акимате созданы необходимые условия и для людей с ограниченными возможностями. У входа есть пандус с кнопкой вызова. Для незрячих установлена доска Брайля. Дамир Анитов, Жайя Курманбаев, Телеканал ЖЦУ. В Алматинской области продолжается трансформация Акиматов под Open Space. Еще один проект открытого офиса презентовали в районном центре Кигенского района. Он запущен по инициативе областного Акимата совместно с Департаментом по противодействию коррупции. Закрытость государственных органов, долгое рассмотрение обращений и недоступность личных встреч с руководителями ведомств теперь позади. Дабы избавить казахстанцев от подобных проблем, система получения госуслуг переходит в новый формат. О механизме работы и преимуществах сервисного Акимата рассказали на торжественном открытии в селе Киген. В целом, сегодня мы открыли сервисный Акимат в Кигенском районе. Он у нас сегодняшний день 17-й сервисный Акимат в Алматинской области. Итого, до конца года мы достигнем 100% показателей, то есть откроем во всех районах и городах Алматинской области. Данный сервисный Акимат соответствует всем критериям, которые у нас отдельно выведены. Он полностью соответствует. На сегодняшний день тут 5 государственных органов будут оказывать государственные услуги. И это очень удобная система для жителей. Жители не будут ходить, ездить по всему району, допустим, пришли в одно место и получили все услуги в одном месте. То есть сам этот факт, он искореняет именно бытовую коррупцию в таком пространстве. Офис расположился на первом этаже районного Акимата. Его открытие, по мнению специалистов, даёт населению возможность напрямую адресовать вопросы представителям власти и своевременно получать ответы. Также при офисе работает уголок самообслуживания. Имея электронную цифровую подпись, услугополучатель может самостоятельно извлечь необходимую справку посредством электронного правительства «Егов Кейзет». В сервисном Акимате Кигенского района можно обратиться к пяти государственным отделам. Предоставлены 29 госуслуг. Мы считаем, что это значительно облегчит процесс обращения граждан по волнующим их вопросам и обращениям. Сервисная модель работы государственных органов внедряется не только в городах и районных центрах, но и в сельских округах Алматинской области. По словам главы региона Аманды Кабаталова, оперативное оказание услуги и консультаций должно стать доступным для каждого жителя области. Поэтому данная работа найдёт своё продолжение и в следующем году. Новые школы за собственные средства. Жители сёл Козыбаева и Таскудык с Арканского района построили здание начальной школы на собранные деньги. Такая инициатива была выдвинута после того, когда в аул стала возвращаться молодёжь, а детей приходилось возить в школу соседнего села. Что из этого вышло, смотрите сюжет. В этом здании раньше располагалось руководство колхоза. Позже в нём начали учиться дети начальных классов. Более 20 школьников по сегодняшний день были вынуждены получать знания в неприспособленном строении и в неучебных условиях. Тогда козыбаевцы решили своими силами построить школу. Было собрано 10 миллионов тенге. Новая школа рассчитана на 50 детей. Сейчас в ауле 25 детей дошкольного возраста. Надеемся, что уже скоро продолжим учёбу в новом здании. Очень благодарны жителям аула за щедрость и организованность. Ведь дети – наше будущее. Они должны с малых лет чувствовать заботу со стороны взрослых. Численность населения села Таскудок – 325 человек. Почти в каждой семье есть дети школьного возраста. Старшеклассников же возят в соседний аул. А вот с младшими было сложнее. Проблему решили сельчане сами, собрав деньги из собственных средств. На сегодня строительство школы близится к завершению. Стоимость школы – порядка 25 миллионов тенге. Собрали средства выходцы из аула. Местные предприниматели и простые жители. Это отрадно, конечно, что население неравнодушно к проблемам аула. В этой школе будут учиться 35 детей начальных классов. Для перевозки учеников старших классов в соседний аул Бакалы есть автомобиль «Газель». Жители села радуют и то, что в аул возвращается молодежь. На сегодня вернулось 5 семей, а это уже 25 человек. В планах жителей сел Хазбаева и Таскудок – благоустроить территорию двух школ. Сейчас ведется сбор денег на эти цели. Гульназ Мустафа, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Сарканский район. Антикоррупционная служба и Департамент по делам обороны области начинают сотрудничество. В ходе заседания обсуждались вопросы совместной работы по предотвращению и выявлению коррупционных рисков. Мониторинговая деятельность при поддержке Департамента обороны будет проводиться на протяжении всего месяца. Деятельность мониторинговой группы направлена на устранение коррупционных рисков, то есть упущение законодательного и организационного характера. Совместная работа для их устранения ведется уже сейчас. Антикоррупционная служба при поддержке Департамента по делам обороны области изучила внутренний процесс работы военкоматов. Ознакомилась с порядками определения годности к воинской службе и провела анонимное анкетирование на коррупционные составляющие среди будущих призывников. Участие в мониторинге приняли и общественные деятели. 2 ноября 2020 года в Департамент по делам обороны Алматинской области совместно с антикоррупционной службой проводится внешний анализ коррупционных рисков. Мы полностью открыты для работы, потому что мы сами заинтересованы, чтобы в наших рядах искоренить вот это нехорошее социальное явление, как коррупция. Мы прислушиваемся, берем у них опыт, перенимаем какие-то моменты такие, чтобы в дальнейшем проводить работу в данном направлении. Департамент по делам обороны Алматинской области оказывает полное содействие антикоррупционной службы в данной работе. В ходе заседания сотрудники антикоррупционной службы и Департамента по делам обороны области обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Как отметили представители мониторинговой группы, для выполнения своей работы они получают полную поддержку от сотрудников Департамента. Агентством основной приоритет ставится не на карательные меры, а больше делается упорно на превентивные меры. Так, одним из основных инструментов в данное время является внешний анализ коррупционных рисков. Вот я уже анализом занимаемся пять лет. Это первый случай, когда сам объект анализа вызывает инициативу, когда именно военизированная организация так открыто отнеслись к данному мероприятию. С начала года деятельностью мониторинговых групп выявлено 136 коррупционных рисков в разных сферах деятельности. Анализ работы органов военного управления является на данный момент 11 по счету. Данные мероприятия направлены на устранение коррупционных рисков и улучшение законодательной и организационной базы различных сфер деятельности. Рустам Аралбаев, Жосаван Шенкенже, Телеканал ЖИЦУ. В Казахстане перенесут срок уплаты налога на транспорт. В целях удобства для налогоплательщиков предлагается перенос срока уплаты налога на транспорт с 31 декабря текущего года на 1 апреля следующего. Предлагается объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налога. Два налога будут оплачиваться единым платежом. При этом земельный налог для собственников многоквартирных жилых домов предлагается отменить, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на заседании Сената. Порт Курык запускает новую паромную линию, которая соединяет Казахстан с иранскими портами Амирабад и Энзели. Первый заход парома запланирован с 50 по 15 ноября текущего года. Первоначально планируется использовать российские суда, на которых могут разместиться до 32 большегрузных автомобилей длиной до 17 метров. Стоимость фракта составляет от 1600 до 1700 долларов в одну сторону, сообщает пресс-служба Союза транспортников Казахстана Казлогистикс. Автомобильная инфраструктура Курыка полностью готова к приему и оперативному обслуживанию грузов, следующих через порт в транзитном, а также экспортно-импортном направлениях. В Уральске лесной массив площадью в 7 тысяч гектаров хотят передать на баланс города, сообщает Хабар-24. Через так называемую перевалочную рощу власти города намерены строить объездную дорогу. Транспортная развязка должна снизить напряжение на городских путепроводах. Так как освоение рощи – дело дорогостоящее, Акимат планирует привлечь инвесторов. Горожане боятся, что передача рощи из земель лесного фонда городу означает ее уничтожение. Общественные слушания по этому вопросу перенесли на следующий год, поскольку у жителей областного центра оказалось очень много вопросов к строительным проектам чиновников. Копейка рубль бережет. Возможность научиться грамотно вести семейный бюджет, уметь планировать свои доходы и расходы, а также познать азы финансовой грамотности предоставил жителям Талдыкургана. Тематический тренинг прошел на базе семейного центра Жануя. К слову, это не первое подобное мероприятие, проводимое в учреждении. Живой интерес к тренингам проявляют и многодетные матери. Тема планирования семейного бюджета как никогда актуальна и для них. Стоит отметить, бесплатные семинары по финансовой грамотности проводятся по инициативе группы IDF Евразия в Казахстане при поддержке акиматов. Насыщенная программа встречи включает в себя практические упражнения и домашние задания. Примечательно, что мастер-класс также транслировался в онлайн-режиме на площадке Zoom. По словам организаторов, до конца ноября тренинг планируется провести и в городе Капшагай. Повысить уровень знания населения в области финансов и бюджетного планирования – основная задача бизнес-наставников. Я считаю, что после таких обучений, если подходить к ним с практической стороны, действительно использовать эти все знания, то однозначно очень многие, по крайней мере в семьях, точно научатся считать свой бюджет, свои доходы, расходы. Научатся планировать свою жизнь в целом, допустим, какими-то покупками, образование детей закладывать, может быть, какие-то путешествия. Центр Женуя для нас многодетных матерей стал большим подспорьем. Здесь я смогла обучиться мастерству маникюра. О различных мероприятиях в Женуя я узнаю через Инстаграм. О том, что здесь будет проводиться тренинг по бюджетному планированию, также узнала через соцсеть и пришла на него. Я для себя подчеркнула очень много полезного. Приобретенные знания начну применять на деле, ведь у нас подрастает четверо детей. В семье каждая копейка на счету. Продолжающиеся протесты в Армении вызваны болезненным для страны соглашением о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Протестующие винят подписавшего документ премьер-министра Николая Пашиняна в предательстве. Но кроме искренне негодующих, здесь много пытающихся взять реванш сторонников прежних властей и других оппозиционных партий. Несколько наиболее агрессивно настроенных демонстрантов задержаны. Сам Пашинян объясняет вынужденное подписание соглашения, сложившейся на фронте ситуации. Если бы военные действия продолжились, то была бы слишком высока вероятность взятия Степанакерта, Мартуни и Аскерана. После чего наши 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й укрепрайоны были бы заблокированы. И тысячи наших солдат попали бы в окружение, сказал армянский премьер. Испанский остров Гран-Канария столкнулся с наплывом мигрантов из стран Африки. Всего за несколько дней туда прибыло больше 2,5 тысяч нелегалов. Мест в официальных центрах больше нет, поэтому иммигрантов разместили в палатках прямо на причале. Те, кто не поместился даже во временных убежищах, вынуждены укрываться от солнца при помощи одеял и пластиковых ограждений. По официальным данным, морская миграция на острова в этом году увеличилась в десятки раз и достигла 15 тысяч человек. Отметим, что предыдущий большой наплыв мигрантов в Гран-Канарии наблюдался в 2006 году. Тогда на острова прибыло больше 30 тысяч нелегалов. Демонстрация беспилотных летающих такси и почтовых дронов прошла в среду в Сеуле. Это первые в мире полеты беспилотных такси и грузовых дронов, которые проходят в центре мегаполиса, отметили организаторы. Взлетная площадка оборудована на набережной реки Ханган в престижном бизнес-квартале, где раньше находился небольшой аэродром. По словам организаторов, над созданием воздушного такси в Южной Корее сейчас работают две компании. По их словам, рабочие прототипы планируется создать в 2022 году, а в 2025 начать коммерческое производство. Полноценный запуск работы беспилотного воздушного такси планируется на 2028 год. В Талдыкургане стартовали матчи первого тура 29-го чемпионата АРК по волейболу среди женских команд-мастеров Национальной лиги. Восемь клубов оспаривают звание сильнейших в спорткомплексе «Жастарт». Чемпионат страны продлится до 18 ноября. Четверка лучших команд выступит в Суперкубке Казахстана. В этом году на чемпионат Казахстана заявили участие 8 команд. Это ЖТСУ, два состава Алтая, Караганда, Иртыш, Алматы, Куаныш и Ару Астана. Многие клубы в этом году омолодились и вышли совершенно новым составом. Однако это не помешало войти в восьмерку сильнейших. В этом году команды есть, которые выступают своим молодым составом. Это команда Иртыш, Алтай-2, Астана. Но в то же время пять клубов очень хорошо укомплектованы. Это команда Алтай, ЖТСУ, Куаныш из города Петропавловск, Алматы из города Алматы и команда Караганда. И надеемся, что вот эти игры пройдут на очень хорошем высоком уровне. Игры проходят по круговой системе. Это значит, каждый клуб встретится друг с другом на площадке. Первый матч для ЖТСУ ознаменовался игрой против команды Ару Астана. А их главные соперники Алтай открыли сезон против клуба Караганда. Ни для кого не секрет, что главный соперник для ЖТСУ – это Алтай. К сожалению, суперкубок в этом году с Емиреченки проиграли. Но на чемпионат Казахстана наши девушки пришли уже в полной боевой готовности. Провели работу над ошибками. У нас очень хороший состав и отличный тренер. Думаю, мы не уступим, так как наш клуб уже является восьмикратным чемпионом Казахстана. Игра клуба ЖТСУ против команды Ару Астана началась, как и ожидалось, с абсолютного доминирования хозяев площадки. Лишь в начале сета столичные гости смогли заработать всего три очка. Всю остальную партию Семиреченки мастерскими комбинациями завоевывали мяч за мячом, обеспечив солидный отрыв. По итогам первого сета счет на табло 25-3 в пользу ЖТСУ. Вторая и третья партия также прошла по диктовку Талтокурганского клуба. Ни замены, ни тайм-ауты не помогли Астане набрать хотя бы двузначное количество очков. Счет второй партии 25-6, третий 25-4. Итог 3-0. А это сокрушительная победа волейбольного клуба ЖТСУ вне открытия нового сезона. Ну, игра прошла, в принципе, очень хорошо для нас, потому что мы выиграли 3-0. Установка была на игру просто как тренировка. Посмотреть команду, опробовать все элементы, потому что мы эту команду не знали. Она у нас впервые. Ну, у нас обновился, у нас легионер появился, Кадола Надя. Это капитан сборной Украины. Она в прошлом году играла за Каны. Очень хороший игрок, очень опытный. Матчи первого игрового дня завершились со следующими результатами. Алтай обыграл Караганду со счетом 3-0. Иртыш и Алтай-2 сыграли пять партий. Итог 3-2 в пользу Павлодарок. Куаныш одержал уверенную победу против Алматы. Алексей Цуэйдос Калиев, Телеканал ЖТСУ. Именитые спортсмены провели мастер-классы для детей Алматинской области. Это стало возможным благодаря проекту Open Air на МЭС, организованному управлению внутренней политики региона. В нем приняли участие известные казахстанские спортсмены, кумиры подрастающего поколения. Молодым спортсменам Толгарского района посчастливилось узнать секреты топового казахстанского бойца ММА Асалжана Бахджанула. Боец из Алматы на протяжении часа беседовал с юниорами, рассказал о своей карьере и тонкостях данного вида спорта. Дети проявили активное участие и не переставали задавать вопросы кумиру. Затем прошла тренировка, где Асалжан наглядно показал, как действовать в разных ситуациях, возникающих во время боя. Сегодняшний мастер-класс мне очень понравился. Я рад был лично пообщаться с бойцом ACA Promotion Асалжаном Бахджанулы. Встреча с ним очень мотивировала не только меня, но и всех присутствующих. Я бы очень хотел, чтобы подобные мероприятия проходили чаще. Основной целью проекта «Намыс» является формирование здорового образа жизни среди подрастающего поколения. По словам организаторов, такие мероприятия чрезвычайно информативны и полезны с практической точки зрения. Мастер-классы с участием других спортсменов уже прошли в Ембикше, Казахском, Ильиском и Карасайском районах. Мы хотим дать молодому поколению патриотическое воспитание, снизить долю маргинальной молодёжи, заинтересовать и привлечь к спорту. Для этого и был создан проект «Опен-эйр «Намыс». Встреча с именитыми спортсменами воодушевляет детей. Потому надеемся, что они выберут правильный путь и добьются больших успехов». В завершении встречи участники мастер-класса получили памятные подарки, автографы и сделали памятное селфи со своим кумиром. Также юные спортсмены поблагодарили организаторов за возможность получить бесценный опыт. Аделя Кжаркенова, Ербол Атантелов, телеканал ЖИЦУ. Это были все новости к этому часу. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин